Всем привет с вами Аурум и сегодня я покажу вам невероятный аккаунт. Это действительно просто какой-то дичайший трэш. И не знаю, после просмотра этого видео напишите в комментариях, как вы думаете, это аккаунт разработчика, или это читер, или что это вообще такое, как такое может быть. Ну, опять же, стоит задуматься над тем, что разработчикам явно стоит что-то изменить в игре, потому что это просто дичь. Итак, я нахожусь сейчас в профиле аккаунта под ником Reef и обращаем внимание на его браулеров. Ребят, это реальная игра, это, ну, я даже не знаю, существуют ли сейчас серваки для Brawl Stars, но вот. Что за, что за полнейший просто трэшак, как такое может быть вообще, это, это дичь. Эм, хорошо, для тех, кто играет в Brawl Stars, я думаю, вы и так без объяснений все поняли и, или поймете. Но для тех, кто не играет в Brawl Stars, на пальцах объясню. Значит, кубки в игре Brawl Stars получаются немножечко не так, как в игре Clash Royale, как в игре Clash of Clans. То есть у нас мы должны зарабатывать кубки на всех абсолютно наших персонажей. И вот, когда мы набираем 500 кубков, например, на кольте, это максимальное несгораемое количество кубков, то они у нас зачисляются в общее количество кубасов. В итоге мы перед собой видим самых слабых юнитов, то есть все персонажи здесь у нас первого левела. Все абсолютно персы первого левела, и все они на максимальных несгораемых кубасах. Если вы начнете играть в Brawl Stars, там, после релиза, опять же, я обращаюсь к людям, которые еще не играют в Brawl Stars, то вы поймете, что играть на непрокаченных персах намного сложнее, чем на фуловых. То есть, в принципе, дойти на фуловом 10-м персе до любых кубков намного-намного проще. То есть, это действительно, есть некоторые вообще имба-персы, у которых на 10-м левеле там, ну, реально, супер-мега ульта появляется, да? То есть, там, особенность такая. Поэтому там, типа, в принципе, легко. Но здесь первый левел, и все 500 кубасов, это просто дикий трэш. На данный момент времени, на моем записи видео, я решил просто записать этот видос, поделиться с вами, попросить вас написать в комментариях, как вы думаете, вот какой метод здесь использовался. И, конечно, расскажу свою теорию. Ну, а в дальнейшем, если мне, то есть, просто войти в этот клан, это TripLazy, мне пока не удалось. Я решил не откладывать запись этого видоса. Обязательно постараюсь туда вступить, или же моих помощников, каких-то супер-мега-кубастых, туда отправлю. И постараюсь связаться с главой, это глава клана TripLazy. Кстати, еще очень важный момент, я сначала не заметил, но если присмотреться, мы видим здесь YouTube Чифпат. То есть, это, в принципе, еще и, если не клан Чифпата, да, то он имеет какое-то отношение к этому клану. Поэтому я прямо не знаю, мне очень сильно хочется узнать, как же, блин, сука, это возможно вообще на первом левеле 500 кубасов. Мое личное мнение, плюс мнение того человека, который увидел этот аккаунт впервые, это то, что на этом маке играли в тиме. То есть, это была тима, и, ну, просто когда вы в дабле играете, то есть, в режиме дабл, то ваш напарник все тащит, вы, грубо говоря, ему каким-то образом саппортите. И, в принципе, это все. Но все равно, блин, на 500 кубасов, да вы же ходячее мясо. То есть, на первом левеле херовое хп, ну, то есть, как бы, блин, ульта херовая, вообще урон вы наносите маленький. Это, это странно, это правда очень-очень странно. В общем, ребят, пишите свое мнение в комментариях, я пошел стучаться в этот клан. Если будут какие-то результаты, обязательно будет видос. Ну, и ваши теории хотелось бы услышать, потому что у меня сейчас теория только одна. Это шоудаун вдвоем, и вот, ну, вот как-то так. Хотя это тоже, ну, как-то, как-то странно, да? Почему у нас все тогда не выкачивают себе вот такие, таких персов? А, еще очень важный момент. Когда мне кто-то пишет в личку? Сейчас я просто снимал видео о том, как вот первый левел, там, Мортиса, первый левел Кроу на 500 кубасах. Ребят, вот если вы вздумаете это писать, 10 раз задумайтесь, потому что вот тот самый аккаунт, на котором все на 500 кубасах на первом левеле. Поэтому первый левел 500 кубков уже с этого момента абсолютно не актуален, потому что Риф войдет в историю Броу Старса как чувак, который взломал, наверное, игру. Потому что, ну, разработчикам действительно стоит задуматься насчет игрульки. Потому что если мы разгадаем этот секрет, то все войдем на 500 кубасов, и да будет нам счастье. В общем, еще раз, ребят, я как только узнаю подробности, я обязательно вам расскажу. Ну, а вы не поскупитесь поставить сейчас лайк, рассказать об этом видео друзьям, это тоже очень важно. Чем больше лайков и просмотров, тем больше мотивация у меня снимать подобного рода контент. Но это, это просто жесть. Я, я, я удивился, и надеюсь, вас удивил. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал, всем удачи, ребят.